Прежде чем мы будем вникать в Слово Божие, в очередную какую-то тему, в откровение, в послание, сегодня мы имеем великую привилегию честь. Мы имеем сегодня вечерю Господнюю. И я знаю, что это особое действие, это особая часть богослужения. Это священное действие или святыня, или таинство, как говорит об этом Слово Божие. И прежде чем мы будем совершать вечерю Господнюю, я хотел бы, чтобы мы открыли Библию и вспомнили о важности, о сути и о том, что это нам дает. Давайте откроем послание к евреям, 9 глава, с 1 стиха, и прочитаем быстро всю главу. Написано, и первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, которое называется святое. Было скиния, было священное такое место, которое Господь даже сказал Моисею, лидеру народа Божьего, чтобы там хранился некое подобие храма, да, которое устройство было, и хранился там ковчег Божий, и Божье присутствие приходило туда. И было несколько комнат, или несколько зон таких в этом святилище, и в первой зоне мы видим здесь, апостол Павел описывает и подводит все к этой святыне, о которой мы сегодня говорим, чтобы все поняли очень конкретно. Особенно он это говорил в послании к самим Божьим народу, да, людям Божьим евреям. И они как никто знали, что такое святыня, что такое скиния, и что такое священное действие в храме. И вот первая зона, там где было такое предложение хлебов, жертвенник стоял, разные какие-то атрибуты, там сосуды, все, омывальницы, где там могли, да, омываться священники и все это приводить в порядок. Дальше он говорит о неком следующей зоне, о неком следующем уровне, или от менее святого к более святому. Он говорил, за вторую же завесу, третий стих, была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую ходимницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где был золотой сосуд с манною, жезл ааронов остревший и скрижали завета. А над ним хирургимы, славы осеняющие очистилища, о чем не нужно теперь говорить подробно. Он задел эту мысль и говорит, что чуть-чуть я вам напомню, но вы лучше меня даже, может, некоторые знаете, потому что там сидели не только случайные, такие залетные, знаете, евреи, просто которые по крови. Я верю, среди них, к кому он обращался, были и фарисеи, были и книжники, были серьезные, уважаемые духовные или образованные люди того времени. И он говорит о том, что там, внутри, в той скинии, в следующем уровне было некое святилище, было некое святое святых. И там были вот эти уже образы, которые Бог оставил в напоминание, что он считал важным для своего народа, чтобы люди не забывали. Там осталась эта скиния, этот ковчег с этими ангелами, все золотом обделано, все так красиво устроено. В ковчеге Завета находился эта мана, остаток маны, который единственный кусочек, да, или это доза, или небольшое количество маны, которая никогда, может быть, она где-то до сих пор существует, может, потерялась где-то, но, может быть, даже если она где-то и есть, она до сих пор не была уничтожена, сиди над червями, или еще что-то, если она осталась. Хотя, мы знаем, как мы общались несколько служений назад, больше одного дня она не хранилась. Но это было такое чудо. И расцвевший жезл Моисея, которым Моисея и Арона, точнее, Арона, которым Моисея и Арона являли большие чудеса, и, конечно же, скиния была дополнена скрижалями, эти законы Божьи. И вот эти все прообразы Божьего присутствия, Божьей воли, Божьих заповедей, они находились в этом святое святых. И на это все сходил сам Бог. Мы знаем, читая Зверхозавета, мы видим, что облако славы Божьей сходило, когда туда заходил священник. И это все люди, весь народ, который жил тогда, возле скинии, в стане, они видели, что Бог пришел. Бог ответил на призыв священника или на то, что людям нужны ответы, нужно освящение, нужна какая-то поддержка и помощь от Господа. Дальше мы читаем. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужения. А во вторую, там, где святое святых, там, где ставил сам ковчег, однажды, в год один только раз, один перед священник не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим, Дух Святой, показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, немогущие сделать в совести совершенным приносящего. И которые с яствами и питьями, и различными омовениями, и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Видите, здесь апостол Павел очень хорошо говорит о том, что много всего было предусмотрено, придумано, сделано, и в какое-то время оно работало, оно давало свой результат. Священодействие совершалось, народ через это освящался, но это было так мало, это было так трудно, это было так настолько, не для всех, мягко говоря, это место, где я стою, это кафедра, или этот стол, или эти поклонники, да, со своими всеми инструментами, они ничем не отличаются от тех всех вас, кто сидят в зале. И все вы, и все мы, мы одно целое. Раньше так никогда не было. Это уже само чудо. Мы все находимся в святое святых сегодня. Мы все сегодня находимся в том месте, которое однажды, раньше, мог зайти только раз в год. Особый человек, особенно подготовившийся, с особенными какими-то ритуалами, с обрядами, там, омовениями, очищениями, это все нужно было насколько четко сделать, потому что если ты бы что-то не так сделал. Там в Библии описано по закону, когда Бог давал указание, как должен одеваться этот священник, из каких материалов одежда, что он должен делать. Еще был такой интересный муанс. Я думаю, сегодня мы не встретим у проповедников или у священников такого. Были колокольчики на краю одежды, а еще ему привязывали веревку. Не знаю, к ноге, наверное, скорее всего, по-моему. Вы видели, когда-нибудь проповедник сейчас, чтобы вышел, с колокольчиком и с веревкой наедет? И знаете, вот так вот что-то не то сказал, но упал замертво, его раз и вытащили туда за сцены, за кулисы. Следующий проповедник выходит, попробуй ты теперь. Представляете, а тогда так было. Потому что священник, заходя туда, никто не знал, он выйдет оттуда живым и ем. Сам священник не знал. Не из-за того, что Бог страшный, жестокий, дядька с палкой, как мы иногда раньше видели, дедушка, да, такой вредный. Вот мы своих дедушек иногда вспоминаем, у некоторых были хорошие, а у некоторых такие были, справедливые, и наоборот, такие чересчур жестокие. И гоняли нас там по огороду, если мы где-то что-то наш ходничаем, да. И дело в том, что Господь не таков. Мы иногда не могли устоять живыми в Его святости, если у нас был где-то грех, нечистота или что-то было не так. И в этом состоянии сегодня Господь нам хочет показать, что вы не представляете, насколько вы в прекрасное время живете. Мы вообще даже никогда не задумаемся, насколько раньше было трудно прийти к присутствию Божьей. Это было вдоль и удел не всех, вообще далеко не всех. Но апостол Павел говорит, «Но Христос первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшую скиньею, нерюкотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пекел телицы через окропление освящает остырненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обиктованное. Ибо где завещание? Там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Но оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему? И Первый Завет был утвержден не без крови. Апостол Павел говорит, что есть некий духовный принцип, есть некое предустановленное правило, что есть то, что нам принадлежит. Но прежде чем мы это получим, кто-то должен умереть. Спасение тогда принадлежало людям. Но нужно было каждому человеку, хотя бы одному, за себя принести какое-то животное. И не просто его где-то сдать в приют. Главное было убить. И кровью освящался этот человек. Но Господь Иисус, Он самый совершенный в превосхищении. И написано то, что раньше людям не было подвластно, они не могли выходить из-за той святых. И как мы говорили об этих пастырах с веревочкой и колокольчиками. Если бы они там упали и не было веревочки, больше туда никто не мог зайти и вытащить его оттуда. Иначе он бы там, знаете, так как заходили там и штабелями, просто там вместе оставались. И все дружно уходили бы в мир иной. Такая бригада, знаете, служителей, перешла от смерти в жизнь. Но Господь Иисус написано вошел. Он был единственный в превосхищении, который был достоин, что он не умрет. Потому что он сам был тем, кто приходил и принимал все жертвы, молитвы, все сожжения. И написано, что он пролил свою кровь. Сегодня мы вспоминаем его жертву, его страдания. Он пролил за нас эту святую кровь. И уже не нужно, слава Богу, нам приносить больше никаких жертв, никаких ритмалов совершать. Господь Иисус совершил. И дальше написано. Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью, червленую и и сопом, и окропил как саму-самую книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, который заповедал вам Бог. Однажды в одной проповеди, я уже не помню название, я делился, по-моему, это на Пасху было. Я делился таким мыслью. Вы читаете, вы заметили, что тут написано, что Моисей делал? Какой он заколотил с надоби или коктейль, или как он заколотил, чтобы окропить, осветить жертву. Написано, что он, 19 стих, он взял кровь тельцов и козлов, это смешал вместе с водою, это добавил, шерстью червленую и и сопом, и все это взял и окропил этим как саму книгу, так и весь народ. Где-то нечто подобное мы видим сегодня в православной церкви, только там просто святой водой брызают, да, кисточками, какими-то атрибутиками. Вот Моисей нечто подобное он окроплял. И мы думаем иногда, ну, в принципе, логично, да, кровь, одной кровью тяжело, она загустевает, она не так жидкая, ну, надо воды разбавить, в принципе, логично. Вспомните, это как прообраз, если вы сейчас подумаете о Господе Иисусе Христе, который висит на кресте, и который, когда сказал, умирая, свершилось, и испустил дух, попросив отца принять его обратно, его дух. И он оплатил, молясь о всех нас, сказав, прости им, отче, ибо не видят они, что творят, не вмини им это в грех. И когда он умер, его не стало. Когда всем поперебивали колени, да, ноги, там, боли, и подошли к нему, просили не делать этого, потому что, ну, или так сложилось, что не сделали, увидев, что он мертв, написано, что кость его да не сокрушится, исполнилось Писание. Но еще его им взял для уверенности, ладно, ломать не будем колени, он и так уже умер, ну, проверим, что точно. И копьем проткнул ему Бог. Вы помните, что туда пошло? Кровь и вода. Кровь и вода. С Моисе делал это иногда, регулярно. И Иисус Христос сделал это один раз и навсегда. Он однажды сам в себе имел это подготовленное, священное, снадобие, или, как сказать, да, это жидкость, эту кровь и смешанную с водой и со всем необходимым. И когда оно у него пырснуло, когда ему прокололи, полетело это освящение на весь мир человеческий. И когда оно стихало, написано о том, что кровь его омыла нас от всякого греха, от всякого проклятия, от всякого беззакония. И кто был в Иерусалиме? Я однажды покажу вам очень интересную картинку. Есть вот это место лобное, которое называется Голгофа. И у него та же форма, когда со стороны, с одного ракурса, и вот смотришь на нее, там она в виде черепа. Вот лобное место, это как голова, лоб головы, да? И вот это как-то маслик, крест был однажды там, и было как будто на форме черепа. И говорят, археологи якобы нашли, делая раскопки о том, что был похоронен там, под этой горой, Адам. И когда эта кровь с водой стекала, есть большая вероятность того, что она мыла и грехи даже до Адама. И самого Адама, и его тело, усопшие там, и его останки, даже на него пролилась его святая кровь. Поэтому представляете, насколько наш Бог мудр, велик и благословен. Ему вся стала. И Бог сегодня этим говорит о том, что тебе не нужно уже быть в особом месте, в особое время, попасть на служение, которое проходит раз в году. И дождаться, чтобы священник не стратил, чтобы где-то очередь там, тебя все-таки хватило места. И чтобы везде все так сложилось, чтобы ни самолеты не отменились. Не было никаких вредных на вахте там или на security, которые тебя все-таки пропустят туда, к сцене, к святому святых. Сегодня это ничего не нужно. Сегодня тут, прямо сейчас, Господь Иисус посреди нас. И принимая Ему хлеб и вино, мы можем прикоснуться к этой святыне. И она омывает в очередной раз и очищает нас от всякого греха. И написано, 21 стих. Итак, образы небесного должны были очищаться сами, самое же небесное, лучшими сих жертвами. Ибо Христос пошел в небыкотворенное святилище по образу истинного устроенное, но самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник, входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Священник даже святов не мог принести. Он был настолько несовершен. Надо было специальное жертву, специальное молоденькое, которое тоже беспятная порока, однолетнее, которое в детстве, в юношестве, в детском возрасте, дети не могут грешить еще так. Поэтому требовалось особое среди животных. Священник уже был тот, кто, может быть, в своей жизни много чего победал. Его кровь не могла бы это все сделать. Его бы жертва, даже если бы Бог сказал, ну, в принципе, подойдет и жертва кого-нибудь из вас. Но он так и не говорил, потому что не было никого достойного. В этом великая сила наш Господь настолько велик, что только Он смог сделать это для всех нас. Однажды единократно очистить нас. Иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своей. И как человекам положено однажды умереть, а потом суть, так и Христос однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Аминь. Ждешь ли ты Его сегодня? Мне нравится, в современном периоде, в 28 стихе, последнее написано, Христос принес себя в жертву только однажды, чтобы покончить с грехами множества людей. Он явится вторично, не для того, чтобы искупить грехи, а чтобы спасти тех, кто ждет Его. Послушайте, если мы сегодня еще все-таки надеемся, что мы можем спокойненько пожить, а там уже Господь даже если придет пришествии в своем, то я потом покаюсь, я что-то потом пересмотрю, я где-то изменюсь или еще что-то. Послушайте, сейчас день спасения, сегодня время благоприятное, сегодня единственный шанс для каждого из нас, больше шансов быть не может. Потом, когда Господь уже придет, Он уже не будет никого испугать. Тот, кто грешен, таким грешен и останется. Но если мы Его сегодня ждем, Он придет нас забрать к себе. И нам уже не нужно будет готовиться, мы уже сегодня готовы. Через святую Божию мы подготавливаемся к встрече с Ним. Если ты сегодня еще где-то в чем-то несовершен, я прошу тебя, и сам это делай, попроси у Господа, прости, чтобы Он простил тебя. Попроси Его прощения, покайся в всяких слабостях, всяких грехах, в каких-то вещах, которые, может быть, тебя еще удерживают. Это ты запинаешься, спотыкаешься, что-то происходит в твоей жизни. Я знаю, что мы перед Богом ходим. И нам не нужно никому рассказывать иногда то, что у нас происходит. Потому что не всегда все люди поймут. Больше осудят, больше высмеют, больше где-то потом, наоборот, о тебе малый раз пространят. Радио Би-Би-Си классно работает. Бабка бабки сказала, да? Би-Би-Си. Но знаете, самое важное, чтобы мы не зацикливались на том, что у нас не так. Мы должны зациклиться на Христе. Он сделал все, чтобы все стало так. И это не наши силы мы делаем. Так же, как мы не можем стать первосвященником и быть достойны войти во святилище и не умереть там. Нам это не нужно. Господи, я не достоин сегодня молиться. Или, Боже, я не достоин Библию сегодня читать. Я грешил. Я не могу к ней прикоснуться. Господи, я не могу к святыне, к вечере Господне к тебе прикоснуться. Я что-то делал сегодня не так. Послушай, а к чему ты тогда можешь прикоснуться? Что может тебя изменить? Как ты тогда будешь начинать меняться? Что может сделать этот радикальный перелом в твоей жизни? Только Господь Иисус. Только Господь Иисус. Только Его живая кровь. Только Его тело. Оно может все изменить в твоей жизни. Тебе не нужно ждать завтра. Тебе не нужно ждать успешного времени. Тебе не нужно ждать тогда, когда ты будешь готов. Мы никогда не будем готовы. Мы никогда не будем готовы, если мы будем ждать самого лучшего успешного момента. Сегодня это время. Сегодня Он дает шанс. Сейчас. Мы не знаем, что будет завтра с нами. Бог сегодня хочет нас осветить. Поэтому, если ты чувствуешь, что ты недостоин, Иисус сказал, покайтесь и веруйте в Евангелие. Так спасете и себя, и слушающих себя. Пусть Бог благословит. Давайте мы все поднимемся и будем молиться, чтобы Господь сегодня сделал через нас свою работу. И на основании Евангелия от Марка, 14 главы, мы будем совершать то, что совершал Господь со своими учениками. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, примите, едите это, это есть тело Мое. Благословил, дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты являешься славой Своей. И за то, что сегодня, в этот день, в день, казалось бы, ничего особенного не происходит. Никакого праздника, никакого выходного, никакого даже в нашей личной жизни особого события не произошло. Касающихся дня рождения или что-то, что-нибудь. Господи, но как мы далеко иногда от истины, как мы можем глубоко заблуждаться тому, что это самое величайшее событие, что могло произойти с каждым человеком. С каждым верующим не могло не произойти ничего лучше, чем это. Ни одно день рождения, ни одна свадьба, ни одни какие-то именины или что бы то ни было, ни приобретения, ни покупки, ни карьеры, ни какие-то повышения в должности. Ничего не сравнится никогда с тем, что Ты умер за нас. С тем, что Ты отдал Свою кровь и плоть за наши грехи. И сегодня мы в ожидании Тебя, Господь, мы ждем Тебя каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Мы не знаем точно, когда Ты придешь, но мы знаем точно, что Ты придешь. И мы ожидаем Тебя. И когда это произойдет, мы хотим быть готовы. Поэтому, Отче, мы просим прости нас за все наши грехи. Прости каждого, если он что-то где-то еще имеет, как то, что мешает ему быть единственной с тобой. Как то, что удаляет его от Тебя. Как то, что является той преградой входа во Святой 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 через Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И мы просим, принимая это прощение, благослови этот хлеб, чтобы эта пища, она уже перестала быть явным хлебом. Она стала телом Твоим. А святи сегодня этот хлеб, чтобы он сегодня стал святым и стал телом Твоим, которое мы принимаем, приобщаемся к Твоему телу. И становимся часть тела Христова. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, за жертву Твою, которая ломила, была за наши грехи. Хвала Тебе. Хвала Тебе. Хвала Тебе. Аллилуйя. Хвала Тебе, Иисус. Хвала Тебе, Иисус. Хвала Тебе, Иисус. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. За то, что мы дождемся. За то, что мы пойдем в то место, где намного лучше. Там, где все это окончится. Все это безумие. Все это тьма и мрак. Все это беззаконие и несправедливость. Всего там этого уже не будет. Благодарим Тебя, Господь. Но с Тобою мы еще много совершим этой земли. Благослови, вдохнови сегодня через принятие этого тела, чтобы всякий больной скрылся. Благослови, чтобы через принятие этого тела каждый нашел свое предназначение в Твоем теле. Благослови, чтобы через это преломление и через принятие Твоего тела каждый, он почувствовал физически, душевно и духовно, что он становится счастью Твоей Церкви. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И дальше мы читаем это же Марка 14 глава 23 стих. И, взяв чашу, благодарив, подал к ним, и пили из нее все. И сказал им, «Сей из крови Моя Нового Завета за многих изливаемых». Дорогой Отец Небесный, Твоим Иисусом Христа, мы благодарим Тебя за эту святую кровь. Спасибо за то, что это Ты дал возможным и доступным для каждого из нас. Спасибо за то, что из этой чаши пили все. Никто не остался в стороне. Никто не сказал, «Ой, изними, я не достоин». Никто не сказал, «Я сегодня пропущу». Или, «В следующий раз Ты сказал, это то, что принадлежит каждому. Что бы дьявол вам не говорил, что бы сегодня обстоятельства не говорили, что бы даже иногда нам в голову какие-то мысли бы не приходили. Истина в том, что это для всех. Но не нужно оставаться в состоянии какого-то пренебрежения и халатно, и в грехах принимать эту святыню, не задумываясь о том, что это значит. Но ты наоборот объяснил и сказал, «Это для всех». Но ты сегодня не останешься прежним, если ты серьезно отнесешься к этому действию. Если это священное действие, сегодня ты воспримешься серьезно. Это изменит всю твою жизнь. Если ты это примешь с верой, немало не сомневаясь, ты сегодня получишь великие благословения не только там, на небесах, но и здесь, в будущей жизни, в дальнейшей твоей судьбе, здесь, на земле. Господь, спасибо тебе за то, что это для всех. Но мы должны это принимать не в любом состоянии. Мы сегодня готовимся, мы сегодня размышляем о тебе твоей, о крови твоей, о жертве твоей, о том, как ты был на кресте, убивая, мучая. И из-за наших грехов ты умер, но и воскрес. Спасибо тебе. Благодарите тебе. Да будет это вино, в крови твоей, которое сегодня омоет нас со всех сторон, во имя Иисуса Христа. Аминь. Написано, Иисус, Господь сказал, истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем. И современный период этого места, мне нравится 20 стих, правду говорю вам, что я не притронусь к вину до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем. Если вы сегодня слышите такие заявления, почему верующим нельзя пить, а можно, а ничего страшного, вина для настроения, или для аппетита, или еще что-то. Знаете, я не знаю, я не могу 100% заверять, я не был там, я не могу видеть и рассказать то, что было 2000 лет назад. Как Иисус там участвовал, как Он пил, выпивал, участвовал, и Он просто сидел с теми, кто выпивал это вино, я не знаю. И я не смогу вам сегодня, может быть, это доказать, на самом деле того, как это было и что делал тогда Господь Иисус. Которые многие ссылаются, что Он пил вино, и нам можно, и водку можно, и корняк можно, потому что это все там спирт, и в вине спирт, и вообще там есть вода, а Бог воду осветил, поэтому и все, что там связано с ней, все освещено. Знаете, батюшки, как иногда ароменты говорят. Но, я вам хочу сказать, хороший аргумент, почему я не пью, почему я ничего, не пил алкогольный, никакой. Одно из этих мест, вот он, Господь Иисус сказал, я уже не буду пить от плода этого винограда, когда только приду в новое, буду пить новое вино в Царстве Божьем. Правду Он говорил, что я не притронусь к вину. И ведь, Святой Господь Иисус, даже если его трогал однажды, Он сказал, больше я не притронусь. До того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем. Послушайте, если тебя дарят, чешется, что-то, чтобы накатить, дожди Старство Божьем. Вот там уже отвразные, вот там, я не знаю, как это там будет выглядеть, там пьянства не будет, там пьяных не будет, но если тебе так нравится этот вкус, потерпи, потерпи до вечности. Господь тебя благословит, особенно. Ты стань святым, как стал святым Иисусом. Он сказал, будьте святы, Бог, что я свят. Он этого не будет больше делать, и я не хочу, что он делать. Это ваше решение. Но я передохну, что если вы будете, как Господь Иисус, вы будете успешны. Субтитры создавал DimaTorzok